МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новочебоксарск – один из самых благоустроенных и красивых городов Чувашской республики. Основан в 1960 году, как город химиков и энергетиков, когда вокруг больших городов создавались города-спутники. Первоначально он так и назывался – «Спутник». Современный Новочебоксарск – один из крупнейших промышленных центров Чувашской республики. Город с многофункциональным производственно-торговым потенциалом, обеспечивающий достаточно комфортное качество жизни населения. Город строился и расширялся очень быстрыми темпами. Сейчас в Новочебоксарске проживает более 125 тысяч человек. За последние несколько лет Новочебоксарск сильно изменился. Город растет, строится, появляются не только новые дома и магазины. На глазах выстраиваются целые микрорайоны. Он делится на три жилых района – восточный, южный, западный. Есть отдельные микрорайоны – Липовский, Альдеевский, Ивановский и отдельная промышленная зона. Город непосредственно граничит со столицей Чувашской республики – городом Чебоксары. Располагается Новочебоксарск со всем комплексом промышленных предприятий в правобережье реки Волги, в пределах Междуречия, рек Цивиль и Кукшум. Имеет благоприятное транспортное расположение. Широкая общегородская магистраль соединяет город со столицей Чуваши и выходит на федеральную автодорогу «Вятка», которая соединяет Чувашу с республикой Мариел. По этой же автомобильной дороге осуществляется кратчайший выезд из Новочебоксарска на другие федеральные автодороги – Волга и Цивильск, Ульяновск. Знаменитый когда-то на всю Россию химический комбинат создал на территории города непростую экологическую обстановку. Сейчас производство сократилось в разы, но сохранение окружающей среды по-прежнему является для руководства города приоритетной задачей. Сегодня бывшее опасное производство законсервировано, никакой деятельности там не ведется. Вся территория завода оснащена системой контроля за безопасностью. Система каскада построена так, что мы практически не можем изменить какие-то базы данных, какие-то элементы. То есть она прошита однозначно и туда уже никто не залазит. То есть первым делом, сейчас как наши специалисты, кто нас проверяет, приходят, первым делом компьютер, открывают каскад, открывают все параметры, смотрят, как мы работаем. Что же касается утилизации отходов, она предусматривает две схемы. Использование в дальнейшей производственной цепочке, либо сжигание. Процесс термообезвреживания заключается в том, что при температурах порядка 1200-1400 градусов происходит разрыв молекул, веществ, которые подлежат, будем говорить, уничтожению, с образованием атомов, которые связываются уже в вещества, которые являются безвредными, а кое-какие из них, и полезными для жизнеобеспечения нашего с вами, в частности, получается, образуется у нас минеральное удобрение попутно. Понятно, что все технологические секреты нам не раскрыли. В конце концов, есть производственная тайна. Но цифры находятся в открытом доступе. Модернизацию производства и природосберегающие мероприятия на Химпроме ежегодно инвестируются не менее полумиллиарда рублей. Абсолютно спокойно. Я вижу, какие средства, какие технологические возможности вкладываются в эти производства, в безопасность, прежде всего, этих производств, в экологическую, технологическую безопасность. Мы сегодня еще раз убедились, что даже те нормы отходов, которые здесь существуют, они ниже предельных величин, которые даже может утилизировать предприятие. Поэтому, в принципе, за безопасность здесь можно не беспокоиться. Развенчивание мифов – дело непростое. Но когда видишь процесс собственными глазами, вопросов становится меньше. В городе развитая компактно расположенная система учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, что позволяет эффективно осуществлять обучение и воспитание подрастающего поколения. Количество населения в 2014 году составило 125 248 человек. Из них взрослые – 102 268 человек. Медицинская помощь жителям оказывается в Новочебоксарской городской больнице, в Новочебоксарском медицинском центре и в Новочебоксарской городской стоматологической поликлинике. Город сохраняет статус самого молодого города республики. Здесь по-прежнему много детей, поэтому охрана здоровья подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений работы. В городе ведется комплексная межведомственная работа, ориентированная на сохранение и укрепление здоровья детей. Созданы условия для здорового развития каждого ребенка с рождения. Новочебоксарский медицинский центр обслуживает 17 общеобразовательных школ, 43 детского сада. Всего детей-школьников 12 800, 8 700 детей дошкольного возраста. Все эти дети проходят диспансеризацию ежегодно, каждый ребенок. В течение последних двух лет по новой нормативной базе изменились принципиальные подходы к диспансеризации детского населения. Во-первых, это ежегодные осмотры. Во-вторых, расширился объем диспансеризации. Подключены к диспансеризации новые специалисты, такие как психиатры, урологи, гинекологи, андрологи. Изменился объем функциональной диагностики. То есть мы сейчас широко обследуем у детей УЗИ обследования внутренних органов, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, УЗИ репродуктивной сферы. И вот для этой цели в прошлом году Новочебоксарский медицинский центр получил многофункциональный мобильный автобус. Что нам дает этот многофункциональный центр? Если до сегодняшнего дня все детки диспансеризацию проходили на базе нашего центра, то есть приходилось детей отрывать от учебного процесса, приводить на обследование в поликлинику, то сейчас автобус подъезжает непосредственно к школе, и это занимает меньше времени, и дети не транспортируются, что также проблематично по городу. То есть мы выезжаем полностью сюда, и услуга приближена, как говорится, к школе и в детском саду к потребителю. На первом месте у детей возраста 0-14 лет патология органов зрения. То есть это первое место среди всех выявленных заболеваний. Это проблемы не только нашего города, но и проблемы республики. На втором месте в среде патологии, выявленной в результате профилактических осмотров, это патология костно-мышечной системы. На третьем месте патология нервной системы. Профилактировать и лечить эту патологию мы надеемся все-таки на родителей, с которыми работаем. То есть патология та, которая требует активного образа жизни, адекватной физической нагрузки. То есть это родительские моменты, которые отрабатываются семьей. Со своей стороны мы планируем открыть школы-осанки в школах и в детских садах, где медики совместно с преподавателем физкультуры будут заниматься этими детьми, разрабатывая определенные комплексы физических упражнений. Безусловно, очень важно, чтобы ребенок вел здоровый образ жизни. Особенно в наше время, когда действительно в первый класс вроде приходят все здоровые дети, а постепенно уже куда-то это здоровье у нас уходит. И именно поэтому мой ребенок с пяти лет ходит в бассейн, безусловно, все это понимает так же, как и я. И мы постоянно это развиваем, всячески закаляемся. И сейчас, когда наступило лето, мы выходим на школьный стадион, занимаемся бегом, баскетболом, все это приветствуется. Новочебоксарская городская больница – это многопрофильное лечебное учреждение, в котором оказывается не только плановая, но и круглосуточная экстренная медицинская помощь. Она является межтерриториальным центром второго уровня для оказания медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического профилей, в том числе для жителей близлежащих районов. На базе медицинской организации функционирует первичное сосудистое отделение, а также центр здоровья. В структуре общей заболеваемости взрослого населения на первом месте стоят болезни органов кровообращения. Они составляют почти 24%. На втором месте – болезни органов дыхания. Они составляют 16%. На третьем месте – болезни костно-мышечной системы – 12,6%. Структура заболеваемости напрямую влияет на выстраивание профиля здоровья научебоксарцев. Укреплять организм здесь начинает уже с садика и школы. Марш! Беги, 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 давай! Бросай! Берем, возвращайся, передаем на сапет. В дошкольном образовательном программе по новому федеральному государственному образовательному стандарту есть раздел «Знакомься с видами спорта». Именно дети подготовили группу и старшие группы, как раз, чтобы они в раннем возрасте приучались к занятиям физкультуры спорта, мы на стадионе построили мини-баскетбольную площадку и мини-волейбольную площадку. Как раз они играют мини-баскетбол и пенерболом еще занимаются. Там они набирают естественное и здоровье. А кроме этого стадиона, у нас есть еще в детском саду внутри очень хороший спортивный зал. Мы организовали занятия с детьми разными по состоянию здоровья, отдельные занятия по физкультуре и спорту. Двигательная активность – самая лучшая профилактика любого заболевания. В городе развивается инфраструктура массового спорта, растет количество горожан, занимающихся физической культурой и спортом. Ново-Чебоксарск является спортивной столицей Чувашской республики. Это говорит, прежде всего, о количестве спортсооружений, находящихся на территории города. 17 бассейнов, конеспортивная школа, замечательный ледовый дворец, 50-метровый бассейн, замечательный манеж двухэтажный. Количество спортсооружений на человека здесь превосходит любой другой город Чувашской республики. Я думаю, что возможность заниматься разного поколения людей, начиная с самого маленького, с детских садиков, школьников, работающих молодежи и ветеранов, здесь просто огромное было бы желание. Желание у людей есть. На всех физкультурно-массовых мероприятиях принимает участие огромное количество людей. Люди с удовольствием посещают Еленковскую рощу, бегают на лыжах, катаются на велосипедах, просто бегают. Создался замечательный спортивный футбольный стадион с искусственным покрытием. Там тоже постоянно происходят и спортивные соревнования, и просто тренировки. Приходят горожане из ближайших домов, занимаются спортом. Возможность для занятия огромная, и люди с успехом ей пользуются. Я думаю, что Новочебоксарск будет всегда молодым. С целью создания эффективной системы физического воспитания, направленной на укрепление здоровья всесторонней физической развития людей всех возрастных категорий, с 1 сентября 2014 года в России введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», рассчитанный на 11 возрастных категорий. В программу испытаний включены подтягивания, отжимания, прыжки с длину с места и другие. Спортивные объекты города Новочебоксарск стали одним из четырех центров тестирования выполнения испытаний комплекса ГТО на территории Чувашской республики. ГТО нужно всем, чтобы проверить свои спортивные навыки и чтобы поддерживать спорт в молодежи. ГТО для меня – это показатель моего результата. Который я продлила за всю жизнь. Я всегда пытаюсь быть первой. Ну, хочу точнее. Важно понимать, что во многом здоровье. Безопасность труда является одним из главных факторов стабильной работы промышленных предприятий. Гарантия здоровья и обеспечения безопасных условий на рабочем месте является главным условием предотвращения экономических потерь работодателей в связи с временной утратой трудоспособности работников. Наше предприятие активно поддерживает и заинтересовывает работников в участии в спортивно-массовых мероприятиях. Мы сейчас с вами присутствуем в тренажерном зале, который посещает наши работники после работы для поддержания своей физической формы. Также у нас в наличии имеется оборудованный зал по игре в настольный теннис. Имеется спортивная площадка по игре в баскетбол. На предприятии мы организовываем спортивные соревнования между различными подразделениями. Мы организовываем туристические слеты наших работников совместно с семьями в поселке Кокшайск. Расставляем костры, разводим костры, расставляем палатки, проводим соревнования. Но мы считаем, что, безусловно, это не те средства, которые необходимо тратить на здоровье наших работников. Научебоксарск – зеленый и растущий город Чуваши. Здесь уделяют большое внимание сохранению и восстановлению зеленых насаждений. Каждый год в городе сажают деревья, кустарники, цветы. Излюбленное место отдыха горожан и гостей города Научебоксарск – парк культуры и отдыха Ельниковской рощи. Площадь его на сегодня составляет 144 гектара. Это единственный сохранившийся лесной массив в пределах города со сложной экологической обстановкой. Поэтому он имеет большое значение для жителей города. Город Научебоксарск по праву считается одним из самых спортивных городов Чувашской республики. Здесь у нас каждый шестой активно занимается физкультурой и спортом. Ну и, наверное, поэтому не случайно или закономерно то, что город был аккредитован впервые в 2006 году в международном проекте «Здоровые города». На сегодняшний день город Научебоксарск активно участвует в проекте, всероссийском проекте «Здоровые города», поселки, которые районы. И вот за время участия в этом проекте в целом было сделано немало. В целом город добился больших успехов и особенно это связано с развитием физической культуры спорта, здоровья нашего населения. Большая работа была в целом проведена в развитии инфраструктуры спортивной, культурной, системы здравоохранения. Мне бы хотелось отметить, что если смотреть по Горную Чебоксарску, то здесь наш город является одним из самых насыщенных спортивными объектами. У нас в городе два раза в месяц проводятся Дни здоровья, где предоставляются нашим жителям бесплатно все условия для бесплатного занятия в спортивных этих сооружениях. В 2014 году город получил благодарственное письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации за приверженность политике здоровья и источного развития активной деятельности в проекте «Здоровые города, районы и поселки». Это, думаю, достаточно высокая оценка деятельности всего города. Я приглашаю всех, кто готов с нами сотрудничать, развивать деловые и культурные контакты, ну и особенно именно развивать программу по здоровью и сбережению жителей Горной Чебоксарска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова